Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Кулаков и это Smoking Lounge TV. Тут ставка какая-то красивая. Сегодня мы поговорим с вами о кальяне WZ Huka. Кальян из города Краснодар. Из Краснодара, кстати, у нас был и кальян Madpear, который мы обозревали в прошлом выпуске. Можете посмотреть вот здесь вот. WZ это сокращение от имени и фамилия его создателя Василий Зацаринский. Человек, который, когда выпустил свой кальян, это было в январе прошлого года, 16-го, он не имел никакого отношения к кальянам вообще. Ну, просто любил работать руками, понимал, что такое медь, знал, собственно, как с ней иметь дело. Ну, решил так взять трубу и распилить ее на несколько частей и, ну, на первый взгляд, это все кажется очень сомнительно. Когда мы поставим сюда чашку, мы, конечно же, удивимся с вами. Это кальян стимпанк. Он полностью сделан из медиа, абсолютно весь. Приходит он в такой вот интересной очень коробочке. Просто огромный деревянный бокс. Не знаю, как я это все положить сюда, чтобы не закрыло это меня. Здесь вот надпись WZ, вот здесь надпись WZ, а внутри просто лежали опилки и кальян вот так вот в распорку на всю длину вместе с силиконом. Силикон сейчас достану, тоже вам покажу. Что было в комплекте данного кальяна? Это, собственно, сам кальян, который лежал в распорку в коробке, который я достал. Это вот такой вот силикон, который, честно, не лучшего качества. Мы его заменили на первый же день и этот у нас валяется для того, чтобы делать из него уплотнители под чашку и на всякие прочие цели. Да и, собственно, все. Никаких уплотнителей под чашку была, разве что резиночка, которая выступает в качестве уплотнителя под колбу. Но и то мы тоже ее дорезали еще один кусочек уплотнителя, чтобы это все сидело получше. Кальян стоит 12 тысяч рублей вот данная модель. При этом у них представлена еще уменьшенная версия, она, наверное, где-то в половину размера. Она стоит 11 тысяч тоже из меди. Есть версии стали, которые стоят... Минуточку. Есть версии стали, которые стоят 14 тысяч за маленькую и 15 за большую. Был еще промежуточный вариант, когда выпускались кальяны, покрытые серебром. Они стоили что-то в районе 18-19 тысяч, но из-за того, что это было не серебро целиком, а та же самая медь, покрытая серебром. Они через какое-то время усыпались, серебро слезало, вылезала наружу медь и, собственно, Василий, это, еще раз напомню, создатель, он просто заменил бесплатно людям, которые заказывали кальян, покрытые серебром, заменил их на стальные кальяны. Молодец, что сказать. Также, что интересно, на официальном сайте есть некоторое количество аксессуаров для данного кальяна, которые сделаны в такой же стилистике стимпанк, тоже из медиа. Например, диффузор, хотя здесь идет уже родной в комплекте, но там он сделан очень интересно. Там на шахту такая же насадочка, как и в данном случае, но из нее выходит 7, по-моему, на картинке. Я увидел трубок, стоит две с половиной тысячи рублей. Есть фирменная кадила с щипцами, есть шланг, который сделан из кожи, снаружи покрытой кожей штук и переходник такой же. Есть щипцы просто отдельно без кадила и очень интересный момент, есть переходник на две чашки. Там как обычный, как стандартный переходник на две чашки, все то же самое, только единственный нюанс, там еще два блюдца, тоже все в фирменном стиле. Неожиданно, прикольно, возможно, что кому-то понравится. Сейчас, друзья, у нас уже готовы уголюшки и надо сделать чашку. Микс я приготовил заранее в кальянке, намешал его, закидал в кольгу, чтобы здесь не изморачиваться. Расскажу о нем чуть позже. И, друзья, чтобы моя голова оставалась в кадре, я буду уголюшки ставить вот так. Ну и пока у нас греет чашка, давайте поговорим о плюсах и минусах данного кальяна. Из плюсов это, несомненно, внешний вид, потому что, ну, ничего другого я из кальянов не видел. Это замечательная продувка. Как у нас чашечка погреться, мы обязательно на это посмотрим. Это прекрасный вкусопередача, очень хорошо тянет кальян, очень хорошо. И, на удивление, медный привкус присутствовал только буквально первые несколько дней. Еще есть возможность прикрепить шланг вот таким вот образом на крючок. Не знаю, насколько это плюс, но кому-то нравится, кому-то прикольно. Еще огромный плюс, что его можно носить прямо за шахту, потому что колба крепится на таких специальных зажимах. Похоже это на систему клик, но чем-то, ну, не то чтобы похоже, а просто настолько это же надежно, как и система на всяких магиксах и кальях. Вот. Сложно. По недостаткам. Из минусов, значит, что у нас? Это уплотнитель. Прямо большой, наверное, самый большой минус. Это уплотнитель, потому что ну вот мы там в комплекте шла одна резиночка. Сам производитель нам утверждал, что это уже четвертый вариант резинок, который он пробует. И из-за того, что неровная колба, опять же по словам производителя, из-за неровности колбы кальян не прижимается очень плотно и порой может подсифонивать в месте соединения колбы с шахтой. Не очень хорошо. Также, ну вот здесь в соединениях тоже немножечко подсифонивает. И медь, это такой материал, который очень интересный, но требует ухода. Надо его мыть либо лимонной кислотой, либо кетчупом, как нам сказал, опять же, производитель. Это немножечко странно. Кетчуп у меня пробовал, честно. Лимонной кислотой все отмывает замечательно. Неудобно, потому что внутри там шахты, они шахты с, ну трубка шахты с трубкой коннектора под шланг, они очень близко друг к другу расположены. И бубку надо прям ювелирно просовывать, чтобы все это оттерлось, отчистилось. Ну и, наверное, последний маленький такой недостаток, это залипание клапана. Ну то есть бывает, что здесь видимо скапливается либо сиропчик, либо что-то, либо вот эти вот железячки, которые, собственно, сдерживают интересную такую квадратной формы крышку. Не знаю, как ее по-другому назвать. Они слишком сильно прижаты друг к другу, их надо просто немножечко разогнуть. Друзья, сейчас как у нас прогрелась чашка, давайте попробуем. Забили мы, кстати, грозди кутанжирса с черной смородиной дарксайда и сладкой ватой черветку. Вот, собственно, продувка, о которой я говорил. Здесь просто металлическая пластина, которая лежит сверху. И момент продува, она очень прикольно трясется. Это, ну, это огромный плюс. Прямо первое время, когда пришел этот кальян, я просто продувал его, мне кажется, больше, нежели курил. Как с напиром, блин, все происходит. Немножечко, да, о подсасывании воздуха, о котором я говорил. Если продувать кальян тихонько, мы заметим все. Вот у нас вместе соединение шланга с коннектором, коннектором с самой шахтой. Незначительно, незначительно подсасывается немножко воздух. Но, ребята, это никак не влияет на вкус. Это, ну, прям кромешные, кромешные какие-то, как будто 8 сучок с маленькой дыркой. Плохое сравнение. Дальше, да, немножко о меди, если говорить. Продувка кайф, продувка кайф. Я не знаю, какое слово еще подобрать, потому что кальян продувается просто изумительно. Первое время хочется его больше продувать, нежели курить. О меди, да, медь это материал, который окисляется. Если говорить об уходе, сейчас крупным планом мы вам все покажем. Это, ну, вот медь, которая была, она снизу. Медь, которая стала, ну, буквально неделю, наверное, он поработал у нас. Каждую неделю мы их мыли лимонной кислотой. Вот неделю назад мы его мыли. Посмотрите сейчас на то, насколько медь изменила цвет. Вот, еще несомненный плюс это то, что муштук, коннектор, точнее, коннектор, он крутится. Муштук очень просто передать человеку, с которым ты весело проводишь время. Да вот, собственно, и все. Замечательный кальян. Медь, интересный материал. Прекрасная продувка. Небольшой минус с уплотнителями. Приходите, пробуйте. Забыл еще два плюса упомянуть. Это прекрасная продувка колбы. То есть буквально за два продувка колбы уже идеально чистая. Это первый плюс. И второй, это, опять же, буду хвалить клапан, потому что этот кальян невозможно залить. Я не знаю, какие должны быть легкие, но, в принципе, мне кажется, что это вообще невозможно сделать никакому человеку. Так что, если у вас есть друг, который любит заливать кальяны, который любит продувать их очень сильно и резко, ну, поверьте, у него это не получится. Не знаю, покраснело у меня лицо или нет, но очень сильно и очень резко я дул, это невозможно. Вот так. А теперь, друзья, перейдем к нашей рубрике лайфхак. Лайфхак у нас сегодня будет относительно именно этого кальяна, кальяна ВЗ. Если у вас сифонит колба, вы можете сделать два действия, ну, даже три. Первое, это подложить еще кусочек уплотнителя. Второе, это просто взять молоточек и тихонечко постучать по зажимам для колбы. То есть, в принципе, любая колба к этому подойдет, но почти любая. Надо просто немножечко отрегулировать зажимы, применить грубую физическую мужскую силу. И третий вариант, это крутить колбу относительно шахты. Ну, то есть, если и первый, и второй вы сделали, и вам все это не помогло, то третий вариант, это просто, ну, немножечко ее прокручивать до того момента, пока потифонивание, пока пропускание воздуха именно в этом месте не будет ничтожно мало. Ну что ж, друзья, до скорых встреч. Это Колян Газакхука, это Дмитрий Кулаков. Это прекрасные новые органайзеры для салфеток, мушкуков и перец и солью. Всем счастливо, всем пока, удачи! Ставьте лайки, комментируйте видео, делитесь с друзьями, обнимайте подруг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok